Мы продолжаем наши тренировки тазового дна. В конце занятия нам с вами понадобится стул, диван, кровать или что-то, на что можно будет упереться руками. Пока мы ложимся на бок, берем мячик между коленки, бедром и коленом верхней ноги. Ложимся таким образом, чтобы у нас колени оказались вместе, ну или почти вместе. Максимально вытянутая спина, как будто прижались спиной к стене. И давим сейчас нижней левой ногой в пол, приподнимая немного нижний бок, так чтобы талия с двух сторон оказалась симметричной. Рукой придерживаемся за пол, сохраняя ровные бока и давление нижней ногой в пол. На выдохе мы сгибаем колено к себе, подтягиваем ногу. Смотрите, чтобы у вас бок не падал, а оставался длинным. И обратно согнутую в колене ногу уводим назад, как можно дальше. Как будто представляете, что коленом тянетесь в длину, туда в сторону стопы нижней ноги. На вдох ногу сгибаем, стараемся не поддаваться на провокацию и не сгибаться в пояснице. И на выдохе вы ногу не назад тянете, а как будто колено вытягиваете из тела в длину. Ощутите, что у вас живот дополнительно заработал. Он у нас в целом ежедневно дополнительно работает. Но мы его еще мыслями-мыслями туда направляем. Вдох, подтянули к себе и выдох, убрали ногу назад. Еще вдох, к себе подтянули, выдох, убрали. И последний вдох, работают ягодицы и живот. Выдох, убрали мячик сейчас за спину. Я пробую ногу к себе согнуть, выпрямить ее немножко вперед, так, чтобы не поменялось положение талии, и убрать ногу назад. Такой велосипед. К себе сгибаем, позвоночник остается ровным, голова давит в руку. Голова не пытается подниматься, она прям давит в руку. Мы всем боком, которым лежим, давим в пол, кроме талии. Талия не давит. Ногу вытянули вперед и увели обратно. Согнули обе коленки к себе и приподнимитесь на бок. Мы останемся в такой боковой планочке сейчас. И вспоминаем наше дыхательное упражнение, когда мы вдохом проваливаемся вниз в межреберное пространство, хорошо упираемся, даем возможность себе расслабиться здесь, вдохнуть. И выдохом начинаем собирать от пресса, от центра, все мышцы обратно в гармошечку. Вдох, расслабились, меха гармошки разошлись. И выдохом мы их наоборот собираем, подтягиваем обратно. Еще раз вдох. Хорошо раскрылись. И выдох. Качественно выдохнули. Последний раз. И теперь на выдохе, когда вы качественно собрались, почувствовали, что у вас мышцы активны, вы начинаете давить нижней ногой, нижним коленом в пол и приподнимаете таз наверх, прям четко за счет ноги подняться. Почувствуйте, что ягодица включилась, бок включился, и вы медленно опускаетесь обратно. Вдох. Еще раз. Здесь расслабились, почувствовали кайф, как все хорошо растянулось в нижнем боку. Выдохом собрали мышцами себя обратно, немножко подтянули поперечную мышцу живота, начали давить ногами, не рукой, а ногами в пол. И поднимаем, поднимаем таз наверх. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Мягко опустились. И еще вдох, выдох. Собрали живот, надавили ногами. И держим. 5, 4, 3, 2, 1. Опустились. Прекрасно. Переворачиваемся на другую сторону. Ложимся на бок. И то же самое. Сначала у нас с вами упражнение, которое называется сайдлайн. Мы лежа, боковое лежание, так называемое. Легли, ноги вытянули. Мы взяли между бедром и коленом мяч. Голову положили хорошо. Прижались как будто спиной к стене. Живот заранее активен. Опускаем ноги. Начинаем давить нижней правой ногой в пол. Верхнее колено чуть-чуть приподнимается. И на вдохе мы тянем колено к себе, сгибаем. И вытягиваем ногу на выдохе обратно, удлиняясь как будто через переднюю поверхность бедра, через квадрицепс. Если у вас, например, гиперлордоз, как у меня, но немножко сглаженный у меня уже, конечно, но зажатая передняя поверхность бедра, то может очень сильно тянуть бедро. Выдох и надколенник. В колене могут тоже натягиваться мышцы, это нормально. Выдох, это даже хорошо, я бы сказала. Если у вас тянет, смотрите за своим нижним боком, он не должен падать на пол. Выдох назад, вдох вперед. Помните, что выдох, он помогает нам стабилизировать таз, стабилизировать поясницу. Поэтому мы можем менять, собственно говоря, темп дыхания, ритм дыхания в зависимости от движения. И убираем мяч, остаемся лежать. То же самое, нижняя нога давит. Мы сгибаем на вдохе ногу к себе, выпрямляем ее вперед-вниз и уводим обратно. При этом правая нога давит в пол. Выдох. Обязательно контролируем, что никакого смещения в корпусе у нас нет. Тело ровненькое. И ложимся на бок, ноги сгибаем к себе. Руку поставили удобно под таз, под таз, под плечо. И развалились вниз. На вдохе повисли мехами гармошки. И выдохом начинаем не рукой отталкиваться, а ребрами боком. Собираем, собираем себя обратно. Вернулись. Вдох. Провалились. Хорошо. И выдохом ребра собираем гармошечку обратно. Формируем напряжение. И подтягиваем немножко и низ живота, и зону тазового дна. Вверх. Вдох. Опустились. И на выдохе остались. Зафиксировались. Начинаем давить нижним правым коленом в полу. Только за счет колена. Приподняли таз. Держим. Четыре. Три. Два. Один. И плавно опускаемся. Еще раз. Выдох. Надавили ногами. Подтянули живот. И поднялись наверх. Четыре. Три. Два. Опускаемся вниз. И еще разочек. Помните, что если вам неудобно руку держать ровно, вы можете ее разворачивать чуть наружу или внутрь. Это допустимо. Четыре. Мне, например, в таком положении правому плечу комфортнее, а левому некомфортно. У меня правое было травмировано. Поэтому у вас может быть своя история и свое удобное положение. Два. Один. Опустились. И легли на живот. Остаемся сейчас. Локти согнуты. Ноги вытягиваем в длину. И поднимаемся. Тазом наверх. Отсюда мы с вами подвигаемся грудной клеткой. По кругу. Как будто описывая такую окружность в пространстве. Отталкиваясь руками, сгибаем спину. Растягиваем кожу между лопаток. И на вдохе проваливаемся вниз, соединяя лопатки вместе. Выдох. Поясница тоже округляется и живот здесь подтягивается, как вы уже, наверное, догадались. Вдох. Падает вниз. Выдох. Обязательно живот работает. Попробуйте потянуться сейчас и нарисовать этот круг, как будто носом как можно больше над ладонями. То есть далеко-далеко вперед головой выходим. Лопатками оттолкнулись. Поменяли направление. Вдох. Прогнулись. Выдох. Вверх. Подтягиваем и тазовое дно, и поперечные мышцы живота. И прямые здесь, и косые, и внешние, и наружные. Все сразу. Два. И последний. Один. Отлично. Ушли. Вот именно в такую позу руки остались сейчас достаточно далеко от коленей. Провалились, оттолкнулись руками. Можно руки здесь поставить пошире, потому что так многим из вас будет удобнее. Вытянулись за тазом назад. И на выдохе, сохраняя прямой позвоночник, перейдем вперед в такую планочку. Но при этом почувствуем, что вы можете держать свой живот активным. Вдох. Ушли, руками прям оттолкнулись. Важно, чтобы у вас ладошки не скользили по полу. И выдох. Возвращаемся. И если вы чувствуете, что в момент, когда вы опускаетесь вниз, у вас начинает включаться поясница, значит, ваша задача остается где-то повыше и найти ту зону, где вы почувствуете именно живот. Вот. Выдох. Обратите внимание, что голова на ключице чуть-чуть выходит вперед. То есть я всем позвоночником прогибаюсь, а не только таз опускаю. Всем позвоночником. И наверх. И еще разок. Вниз. И наверх. И мы теперь подходим к нашему стулу, к опоре. У кого-то это может быть диван, у кого-то кровать, кому-то. Кому что больше нравится, у кого что есть под рукой. Мы располагаемся сейчас в такую планку. Чем выше будет ваша опора, то есть это может быть вообще там подоконник, что-то такое, да, можно на стену опереться. Чем выше опора, тем меньше нагрузки на живот, тем лучше, ну, для кого-то это будет облегченной версией. Вы встаете сейчас в планочку, руками оттолкнулись, почувствовали, что у вас одна прямая линия от головы до стоп. И начинаем просто сгибать левое колено и позволять позвоночнику повернуться вслед за этим коленом. При этом голова и плечи остались ровно. Левое колено опустилось, значит я левой рукой сейчас начну давить сильнее в стул и почувствую, как меня начинает возвращать и выравнивать обратно. Вниз опустила правую ногу, начинаю давить правой рукой, сильно-сильно ощущаю, что у меня начинает подтягиваться живот. И я позволяю этому движению произойти и возвращаюсь. Снова вдох, опустила поясница, закрутилась, но у меня таз не упал, а он как был на одной линии, так и остался. И выдох, левая рука давит, сильно-сильно давит, и вы чувствуете, что вас раскручивает. Можно сознательно сейчас подтягивать чуть больше мышцы тазового дна и помогать как будто вашим мышцам включаться в процесс. Вдох, ушли в поворот, выдох, вернулись. Если устают руки, вы всегда можете перейти в положение на предплечье. Но чем ниже к земле, тем сложнее. Если вы справляетесь с этой высотой, и вы чувствуете, что никакого домика нет, вы прям явно ощущаете эту взаимосвязь между давлением руки и подтягиванием ноги, то вы можете смело опускаться совсем низко. Выдох, но в качественной проработке даже я всегда использую какую-то возвышенность. Отдыхаем мы, останемся висеть сейчас на стуле. На вдохе расслабимся вниз, дадим возможность своим плечам, грудной клетке раскрыться. Покачаемся вправо-влево, сконцентрируемся на вытяжении копчика вверх. Копчиком-копчиком потянулись. И на выдохе круглой спиной поднимаемся, переводим вес тела как будто немножко на опору на стул. И вдох, носом обратно. Таз подкручиваем. Опять же, даже здесь мы подтягиваем тазовое дно. Мы стараемся сделать это нашей привычкой. Помните, как при чихании. Как будто вы закрываете рот рукой, когда чихаете. Это машинальная привычка. Так же и здесь. Вы только знаете, что вам нужно начать движение. И это такая неосознанная привычка подтягивать тазовое дно при нагрузке. То, что нам нужно и важно уметь. Остались внизу и сделали просто. Можно руками упереться так, чтобы локти лежали. Лоб может касаться, прямо если плечи устают. Расслабились и подышали. Вдох, выдох. Давайте подышим дыханием капалабхати. Прямо. Резкие выдохи с подтягиванием мышц живота. Резкие выдохи с подтягиванием мышц живота. Еще 20 раз. Раз, три, четыре. И десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично. Закончили. Продолжение следует.